Отличается бенефис от юбилея. Юбилей это когда человек доживает до какой-то круглой даты своей жизни, садится в кресло и его все начинают поздравлять. Ну, чтобы он уже успокоился. Говорят, ты гений, ты неповторимый, таких как ты вообще в природе не существует. В следующий раз придешь ко мне на юбилей, скажешь про меня то же самое. Ты вообще молодец, сколько цветов, а ты еще жив. Молодец. А бенефис это нечто другое. Это театральное пространство, где артист, как я говорю, может распластаться по всей палитре своих возможностей. Вот я сегодня перед вами буду пластаться. Наряду с новыми работами, которые я вам представлю сегодня, я покажу и ремейки. Это тоже новые работы, но со связью с прошлым. Есть номера, которые запомнились, есть, которые не запомнились. Значит, берется запомнившийся номер и переносится в современное звучание. Шутки новые, темы новые, а прием художественный остается старым. Образовывается связь времен, которая очень дорога моему сердцу. Мне кажется, в профессии нужно помнить свои корни. Да и не только в профессии, в семье, в стране. У нас в стране в прошлом осталось очень много хорошего. Почему же это хорошее не взять и не перенести в настоящее, для того, чтобы ориентироваться правильно в будущем? Ну вот, так я попробую сделать сегодня. И связь времен будет периодически обнаруживаться. В 1974 году наш, теперь уже можно сказать, великий юморист, писатель Аркадий Хайт, написал для меня филетон «Не понимаю». Не понимая то, не понимая это, он очень точно угадал то, что сидело в каждом нашем человеке. Мы многого не понимали в окружающем нас мире. Этот прием так понравился моим многочисленным авторам, что они стали писать серии «Филетон не понимаю». Один Михаил Задорнов, по-моему, штук семь написал. И другие писали, штук 12-15 у меня было в репертуаре. Но уже лет 10-15 я не читал этого филетона, поэтому сегодня выпускаю ремейк «Не понимаю-2012». С него и начну. Я уже не молодой человек, я уже живу долго, так можно сказать, сам удивляюсь, но говорю, потому что это так. Но по-прежнему многое не понимаю. С ценами не могу разобраться. Недавно прочитал в журнале, что вилла Брэда Питта стоит 3 миллиона долларов. Это я как раз понимаю. Я подумал, Америка, там звезды очень много получают, для него это нормально. И тут же я прочитал, что дом на Рублевке стоит минимум 5 миллионов. Вот я не понимаю. Почему на Рублевке дороже? Риэлторы объясняют, Рублевка – это центр цивилизации, а вилла Брэда Питта находится в 8 тысячах километрах за московской окружной дорогой. В глубокой провинции под названием Голливуд. В торговле много непонятного у нас. Заходишь в гастроном, ну, мне так удобно определять место, где продается еда, так-то они сейчас по-разному называются, и не понимаешь, какая рыба крашеная, какая съедобная. Какой йогурт пищевой, какой технический. При этом полно новинок, они тебя соблазняют, еще бы, красочные пакетики, коробочки, которых мы сроду не видели. А они говорят, купи меня, купи меня. Я хороший, купи меня. А ты стоишь и думаешь, то ли денежку пожалеет, то ли себя. Недавно увидел удивительную вещь в мясном отделе на ценнике было написано СУСЛЯТИНА! ГК. Ну, я понял, ГК, горячее копчение. ГК. Ну, думаю, до чего дожил, до СУСЛЯТИНА, а? Думаю, ну, надо же попробовать в конце концов, а то жизнь проживешь и не узнаешь, что это такое. Продавщица говорит, девушка, нарежьте мне 100 грамм СУСЛЯТИНА на пробу. Ну, немножко, 100 грамм. Она мне так зло отвечает, СУСЛЯТИНА ГК, Галина Константиновна, это я! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я говорю, тогда не надо нарядить. Вот такая торговля. Водку у нас продают людям старше 21 года. Это я понимаю. Я не понимаю, зачем эти ограничения, если на моих глазах пацаненок лет 12 попросил ему продать две бутылки водки. И продавщица, естественно, спросила, есть ли у него паспорт. Он спросил продавщицу, есть ли у нее лицензии на продажу спиртного. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Он сидел и заткнулся. АПЛОДИСМЕНТЫ Мой недавно меня ошарашил. Пап, а вот ты знаешь, почему попка делится по вертикали, а не по горизонтали? А чтобы при беге не хлопало. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Они сейчас лучше нас все понимают, особенно в этих компьютерах. Дети сейчас не те, мы безропотно двойки получали, а сейчас первоклассник говорит учительница, Марья Петровна, еще одна двойка, и встретимся в европейском суде по правам человека. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сынок спрашиваю, ты уроки сделал? Нагло так отвечать. Нет. А что тогда дрыхнешь? Меньше знаешь, крепче спи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, меняем тему разговора. Филитон должен быть разнообразным по темам. Более того, он должен задавать темы, которые потом в программе будут развиваться. Я знаете, что не понимаю? Что это у нас за новая такая привычка появилась? Одушевлять неодушевленные предметы. Мы спорим с телевизором, иногда ругаемся с ним, Говорим, ну, ну, Заткнусь. Я видел даму, которая во время политической передачи плюнула в экран телевизора. Я говорю, что вы делаете? Это же ваш телевизор. Она говорит, а кто там сидит? Мы материмся на утюг, который обжег нам палец. Сообщаем ему, где мы видели его маму. У него мама есть, оказывается. Спрашиваем у стиральной машины, ну и где, блин, второй носок? Она, конечно, знает. Кричим издалека микроволновки. Да иду я, иду. Ну, а если, не дай бог, зимой не завелся автомобиль, то сами понимаете, кто он такой. Шурбан железный, олень педальный, кормушка ментовская. Много он не понимает. Вот, кто мне объяснит логику алкоголиков? Почему одновременно пить водку, коньяк, пиво, шампанское, ну, что хотите, туда наливайте, виски, портвейн, это не вредно. А вот воду, которую мы наливаем в чайник, обязательно надо фильтровать, иначе можно испортить желудок. Это ведь только наш человек может поехать на рыбалку, чтобы поймать там белочку. И вот многим на телефон приходила смска. Поздравляем, вы выиграли Мерседес. Отправьте нам смс. И мы скажем вам, где он стоит. Все понимают, что это обман. Тогда я не понимаю, если все-все вы понимаете, почему многие с чувством особого достоинства посылают сообщение. Хрен вам, а не смс. Не понимаю, что за метаморфозы творятся во время семейной жизни у нас. женятся и выходят замуж. Зайки, котики, рыбки, птички, солнышки. А разводятся козлы, кобылы, овцы и оленей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я почему говорю, у нас во дворе мужик поменял пол. Представляете? Да все ошалели, кричали на весь двор. Пол поменял! И на пять лет раньше вышел на пенсию. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вот тут все призадумали. АПЛОДИСМЕНТЫ Да что, Пол, фамилию запросто можно поменять. У нас на работе был сотрудник по фамилии Психушко. Сейчас стал по фамилии адекватный. Его директор попросил поменять фамилию, потому что невозможно было слышать, как в секрадарше ему каждый раз докладывал «Ва ждет психушка!» АПЛОДИСМЕНТЫ Не понимаю, почему женщины совершают над собой такие нечеловеческие усилия для того, чтобы похудеть. Сейчас много очень садистских диет появилось. Женщины, будьте осторожны. Одна дама для того, чтобы похудеть, полгода с утра до вечера занималась конным спортом. Представляете? С утра до вечера. Ну, в результате действительно похудела. Молодец. Только не она, а лошадь. АПЛОДИСМЕНТЫ Она очень хорошо сформулировала. Главное в диете – это сон. Вовремя не уснула, обожралась. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас как раз новая диета появилась. Три дня только овощи, фрукты, пять дней только каши, семь дней только яблоки, потом девять дней, потом сорок. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, что делать? Бывает, на кухню зайдешь ночью, ну, просто водички попейте. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вы знаете его. АПЛОДИСМЕНТЫ А как очнешься, уже восьмой бутерброд доедаешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Не понимаю, почему мы такие наивные. На работе перед первым апреля, ну, ради шутки сказал, что зелёнка имеет сладкий вкус. АПЛОДИСМЕНТЫ Главное добавил, с привкусом ананаса. АПЛОДИСМЕНТЫ На следующий день все сотрудники пришли на работу с зелёными зубами. Главное, все на меня смотрят, но молчат, рты не раскрывают. Они же зелёные так. АПЛОДИСМЕНТЫ А я про себя думаю, сейчас ведь прибьют. Главное, надо шутить дальше. Я говорю, что вы такие злые? Зелёнка легко отмывается, надо прополоскать рот Ферри. АПЛОДИСМЕНТЫ Разбавлен чёрным чернилами. АПЛОДИСМЕНТЫ Представляете, с какими зубами на следующий день люди пришли на работу. В результате без зубов остался я. АПЛОДИСМЕНТЫ Не понимаю. Вот сейчас серьёзный вопрос задам. Знаете, что не понимаю? Кризис закончился или нет? АПЛОДИСМЕНТЫ Никто не знает. У меня сосед политолог или социолог, я не знаю, кто он, может, сексолог, в зависимости от времени суток. АПЛОДИСМЕНТЫ Он знает ответы на все вопросы. А вот на этот не знает, что ответит. Он говорит, никто не знает. Понимаете, какая штука? Но есть народные приметы кризиса. Если жена Барака Обамы на лужайке Белого дома сажает картошку, значит, в Белом доме жрать нечего. Ну, все же экономические волны от них идут по всему миру. А сейчас, говорят, к ним как раз подкрался этот, который незаметно подкрадывается. Мы его, к сожалению, знаем, да. Я, главное, сынишке месяц объяснял, что писец — это такой зверёк, а не тот, который подкрался незаметно. А полный писец — это когда зверяка перекормили. Не понимаете. Ну, короче, говорят, подкрался, говорят, к ним. А я вам так скажу. Может, он к ним и подкрался, а у нас-то он и не прятался. Ой, не понимаю, что происходит с общественным питанием. У нас в Москве понаоткрывали столько ресторанов, не то что на каждом углу, на каждом сантиметре. Они многие полпустые, потому что цены, конечно, космические, но их обдирают, а не нас обдирают. А кого им обдирать? Значит, ну, была бы хоть еда. Я официанту говорю, у меня в супе что-то плавает. Это суп, в нём всегда что-то плавает. Да, но оно плывёт на спине и хребёт всеми лапами. Не беспокойтесь, до бортика не догребёт. Утонет. Ну, нужно быть самокритичным, я и о юморе скажу. Не понимаю, почему юмористы пристали к блондинкам. Ничего они не тупые. Я видел блондинку даже в музее. Да. Пришла лично в музей. Подошла к старушке-смотрительнице, указала на статую кентавра и спросила, бабуль, скажи, пожалуйста, а почему у того мужика из зада лошадь растёт? А бабуля, видимо, с юмором оказалась. Она ей ответила, она у него оттуда не растёт. Она у него там застряла. А я действительно не понимаю, как можно определять умственные способности человека по цвету волос. Это же абсурд. Каждый это понимает, но все смеются, потому что анекдоты рождаются. Ну, смешно, поэтому смеются, значит, юмористы не правы. Вот, по-моему, самый смешной анекдот про блондинку. Муж блондинки звонит ей, значит, на сотовой. «Ты где?» Этот вот мой политолог считает, что это самый частый вопрос, который мы сейчас друг другу задаём. «Ты где?» Вообще он считает, что телефон поменял нашу психологию. Раньше мы так часто друг другу не звонили. Раньше утром уйдёшь на работу и с концами. А сейчас каждые 15 минут партконтроль такой. А самый частый ответ на вопрос «Ты где?» Какой, знаете? «Ты где?» «Караганде». 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 «Караганде?» Мне приятен этот ответ. И там сказали, так и здесь. Вы знаете, эта шутка пошла из моего филитона 20-летней давности. Говорят, в Караганде даже памятник установили. «Ты где в Караганде?» Надо сказать, но сегодня особый вечер, поэтому имею право сказать, так-то я не говорю. Десятки моих словечек, шуточек, оборотов, фразочек вошли в наш современный лексикон. Я то и дело слышу тут, тут, тут и думаю про себя. О, продолжаю жить! Так вот, самый частый ответ на вопрос «ты где?» такой, я уже подъезжаю. Вот такой ответ. Ну вот он ее спрашивает, она отвечает, «Где, где?» «В норе!» «Где?» «Ну, в норе, который ты мне купил!» «Дура, не в норе, а в Рено!» «Хорошо, что я тебе Пижо не купил!» Я уже старый телевизионный работник, так тоже можно сказать. Я ведь выступаю на телевидении тоже с 62-го года, вот в сентябре 62-го года, помню, телезрителям меня представила знаменитая ведущая Валентина Леонтьева. Она потом меня часто спрашивала, «А ты помнишь, что я твоя телевизионная крестная мама?» Конечно, помню, Валентина Михайловна. Прекрасная была женщина, царствие небесное. Смотрю телевидение, вроде собаку съел на телевидении, а все равно не понимаю. Посмотришь новости по Первому каналу и думаешь, «Как у нас все хорошо!» Посмотришь новости по НТВ? И думаешь, «Как я от булочных до дома живым дошел!» И вот они сейчас все время говорят, «Боремся с коррупцией, коррупции коняются!» А я смотрю, думаю, это они действительно борются или это театр такой? Мне политолог говорит, «Что вы не понимаете? Если у нас действительно начнут бороться с коррупцией, то население Лондона вырастет в несколько раз!» Вы глазоньки-то разуйте, вы смотрите, что сделаете. Сначала в Лондон внедрили резидента Березовского, потом забросили туда Абрамовича, потом самым остроумнейшим образом закинули туда Елену Батурину, а Лужков у них связной. Он оттуда сюда в прокуратуру шифровки возит. Так что мал по малу, скоро Лондон станет столицей России! Знаете, что я четко понимаю, друзья мои? Сейчас у человека действительно возможностей гораздо больше, чем, скажем, 30 лет назад, а еще лет через 50. И о нашем времени будут говорить с усмешкой. Молодые, желаю вам дожить и убедиться в этом. 50 лет оказывается реальный срок по себе. Знаю, чего вам и желаю. Но хочу заметить, что когда бы люди не жили, во все времена они старались быть счастливыми. Так задуман Господом человек. Он стремится. Увы и ах! Не всегда у нас это получалось. Уж слишком много бед, проблем свалилось на долю нашего народа, особенно в прошлом веке. Дай-то Бог, чтобы в этом такого не было. От нас ведь не зависит, когда появиться на этом свете. От нас зависит другое. Прожить эту жизнь по-человечески, понимая друг друга. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.